Приветствую вас, и давайте для начала подумаем, откуда взялось ваше стеснение, вы пишете, что стесняетесь и не можете с ним дружить, не знаете, что говорить, а если это, вот этот набор ваших качеств является со свидетельством, допустим, неуверенности в себе, свидетельством о робости, скромности и так далее, то вот это нужно как раз-таки в себе менять, это нужно как раз-таки разрушить, чтобы быть более открытым, более расковым, более свободным, и давайте подумаем честно, вот что вы теряете по факту, если этому человеку, скажем, самостоятельно напишете, то вы теряете. Если вы не пишете, вы не с ним. Аня, вы не с ним. Скажите, может ли быть что-то еще хуже того, что вы не с ним? Говоря хуже, я имею в виду на одном уровне с этим. То есть, можете ли вы быть, скажем, дальше друг от друга? Могут ли у вас отношения быть хуже, чем сейчас, допустим? И, наверное, скорее всего, ответ на этот вопрос будет отрицательным, потому что сейчас вы не общаетесь, сейчас у вас нет абсолютно ничего и в большей степени это ничего стать не сможет. А если вы напишете ему, то что-то, что-то у вас появится. И это что-то всегда по определению лучше того, когда нет ничего. и по поводу того, что вы не знаете, о чем говорить, нужно сказать так, что тут необходима работа в нескольких направлениях. Первое – это повышение собственного круга двора, то есть чтение книг, узнавание чего-то нового, узнавание каких-то вещей. То есть, последнее дело – интеллектуальное развитие. Это позволит вам говорить на большего количества тем, на как можно более широкое количество тем. Тем самым, вы получите возможность поддерживать разговор. второе направление – это то, что в диалоге с мужчиной, вы, в принципе, и не должны говорить. По крайней мере, вам не следует выступать постоянно инициатором этого самого диалога. Почему? Потому что, если вы выступаете инициатором общения постоянно, если один-два раза напишете, ничего страшного в этом нет. Мужчине, знаете ли, точно нужно показать, что он вам интересен. Но, если вы выступаете инициатором разговора постоянно, то мужчина понимает – ага, эта девушка, допустим, сомненно сдается. И, соответственно, пропадает стимул что-то делать для отношений, для вас. Чтобы этого не произошло, мужчине необходимо постоянно погружать в сомнения. Сомнения относительно того, что вы с ним будете, что вы ему принадлежите. И тогда вам не придется думать о том, о чем поговорить. Мужчина сам будет искать тему для диалога. И вот это как раз таки нормально. Но проблема остается изначально пока что у вас. Эта проблема связана с стеснением. Стеснение – это неуверенность в себе, возможно, комплексы. Комплексы нужно убирать. Соответственно, что нужно сделать? Если имеются комплексы и если вы до сих пор, допустим, там живете не одна, а с родителями, то, во-первых, уточняем ваш возраст, во-вторых, значит, прорабатываем этот самый комплекс. Как он развился, какая ситуация стала для него основной и, как вы, наверное, понимаете из смысла определения, то есть комплекс – это означает сочетание, совокупность. А ситуацию, которая и стала комплексом, ну не распить на несколько частей, на элементах. И в вашем восприятии, в вашем сознании убрать связанность этих элементов, чтобы вы видели, понимали, ощущали, что они, эти элементы никак между собой не связаны. И тогда ситуация перестанет быть комплексной, а элементы, которые встречаются вам в жизни, перестанут эту ситуацию генерировать в вашем сознании, а вместе с этим и перестанут создавать определенный эмоциональный фон. и вам станет легче. Для этого нужна работа. Для этого нужна беседа с вами, нужно найти эту ситуацию, может быть даже не одну, и проработать ваши отношения с родителями, которые, безусловно, тоже, судя по всему, влияют на вас и на ваши отношения с окружающими людьми, и на ваши отношения к самой себе, наверное, тоже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.